Привет, привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Татьяна Климова и вы смотрите видео из серии Завораживающий русский, где я говорю вам о самых интересных, длинных, оригинальных словах русского языка. Пожалуйста, сейчас подпишитесь, чтобы получать информацию о новых видео. Также ставьте лайк, 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 чтобы я знала, что вам мои видео нравятся. И сегодня у нас слово заимствование. Заимствование, заимствованные. Что это значит? Заимствовать, позаимствовать, заимствовать, позаимствовать, значит взять что-то у другого человека, обычного человека. И обычно взять на время, не навсегда, на время. Например, можно сказать, можно позаимствовать у тебя ручку, можно у тебя позаимствовать ручку. Это очень красивое слово, официальное, на работе, можно сказать, и это значит ненадолго. И обычно что-то небольшое, что-то маленькое, не очень серьезное. Позаимствовать. Можно позаимствовать твою машину не очень красиво. Обычно что-то маленькое, не очень серьезное. И что такое заимствование? Это обычно в языке, в лингвистике, когда мы взяли слово из другого языка. Теперь оно есть в нашем языке. Это заимствование. Например, компьютер, hard drive, компьютер, драйвер, сервер. Что ещё? Погуглить. Да, это всё заимствование из английского языка. В русском языке много заимствований из английского языка. Ну, например, в моём блоге я очень много писала о заимствованиях. О заимствованиях из французского, итальянского, нидерландского, иврита и арабского. Посмотрите меня в блоге. И какие, например, есть заимствования из арабского? Например, тариф, жираф, нефть тоже. Это заимствования из арабского языка. Я читала в Википедии, что в испанском языке 10% слов это заимствования из арабского. Вот такое интересное слово. Напишите, дорогие друзья, из каких языков у вас в вашем языке есть заимствования. В России есть такие пуристы, такие люди, как лингвистическая полиция, которые говорят, что это нехорошо использовать заимствование из других языков. Надо использовать свои слова. Ну, что я думаю об этом? Я думаю, что, конечно, когда слишком много, это некрасиво. Например, есть люди, они много работают на английском языке, и потом, когда вы с ними говорите, они говорят, а нужно сделать дебрифинг по маркетингу, чтобы обсудить бенчмарк наших компетитеров. Да, здесь это слишком. Но, например, поставьте лайк, когда мы говорим поставьте лайк. Какая альтернатива? Поставьте мне нравится? Можно, но это долго. И лайк мы сразу понимаем. В русском языке лайк это сфера интернета. Мне нравятся это тоже другие сферы. Поэтому я не против заимствований, если, конечно, их не слишком много в одной фразе. Спасибо, что смотрите. Пожалуйста, заходите на мой сайт. Смотрите мой клуб «Русская дача», где вы получаете видео и подкасты каждые пять дней. Также упражнения на перевод, транскрипции подкастов, ПДФ-книги. До скорого. Пока-пока.